Хаббат, шалом, дорогие друзья! И с вами сегодня я, Давид. И я вам обещаю увлекательное путешествие по Библии и очень интересные конкурсы. Итак, что нам с вами для этого нужно сделать? Выучить танец, поучаствовать в викторине и дослушать до конца очень интересный урок. А теперь помолимся, дорогие друзья, и поблагодарим нашего Отца. И я, слава тебе, Господь и Бог благословенный! Я благодарю тебя за все наши семьи, за всех детей, за то, что ты собираешь нас на этом месте. Спасибо тебе за этот шаббат! Благодарю тебя, Отец! Аминь! Шалом, ребята! Я Мирослава. Что нам сейчас нужно сделать правильно? Широко улыбнуться. А еще что? Высоко потянуться и распахнуть свои объятия друг к другу. Давайте сейчас прославим царя царей в танце. Повторяйте за мной! Повторяйте за мной! Повторяйте за мной! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки, кто она, как ее зовут, из какой она семьи Оказалось, что это девушка Ревека из семьи брата Авраама Как же обрадовался Элиезер! Ревека пригласила Элиезера в дом на ночлег Брат Ревеки Лаван накормил всех верблюдов А Элиезеру и слугам его дали воды умыть ноги и руки Их всех усадили за стол с множеством еды И за ужином он рассказал о своем путешествии И о том, зачем его послал Авраам в столь далекий край И как Всевышний чудесным образом ответил на его молитву Теперь скажите мне, ответите мне да или нет Чтобы я мог знать Отдадите мне Ревеку или нет Мы видим, что это все от Бога И мы не возражаем отдать Ревеку Но хочет ли она идти с тобой? Сказал ее брат и вся семья Да, я пойду, ответила Ревека Когда Элиезер услышал, что Ревека пойдет с ним Он поклонился до земли в благодарности Всевышнему Богу Он достал дорогие подарки и золото, серебро и одежду И одарил имя Ревеку Элиезер знал, что приведет для Ицхака хорошую и добрую жену Она была отзывчивой и трудолюбивой Ведь это не так легко напоить всех верблюдов Столько вычерпать воды из колодца могла только трудолюбивая девушка И потом, ведь она отозвалась на помощь пожилому человеку А не молодому, красивому парню Значит, Ревка была благовоспитана и вежлива Сколько хороших качеств было в этой девушке Элиезер поспешил домой, забрав с собой Ревеку Когда караван приближался к родной земле Исааку что-то не спалось При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить И возвел очи свои и увидел Вот идут верблюды Ревека взглянула и увидела Исаака И спустилась к верблюдам И сказала рабу Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал Это господин мой И она взяла покрывало и покрылась Раб же сказал Исааку Все, что сделал Это, ребята, написано в 24 главе книги Берешит или Бытие Исаак и Ребека очень обрадовались тому, как все устроил Бог Они полюбили друг друга И их любовь росла с каждым днем На этом наш урок окончен Пока, ребята, до следующих встреч Всем привет, ребята Сегодня мы будем делать вот такого вот верблюда Который нес приданное для Ревеки Будущие жены Исаака Для этого нам понадобится Лист картона Клей Один черный фломастер Либо же маркер Простой карандаш Ножницы Нитки И маленький кусок ткани Для начала мы бьем кусок картона И с обратной стороны рисуем верблюда Я уже нарисовала и вырезала Два вот такие вот одинакового верблюда И теперь нам их нужно склеить Лапы мы не склеиваем Мы склеиваем только вот половину И вот такой вот верблюд у нас с вами получился Теперь нам нужно нарисовать ему глаз Прическу и рот Вот, я раскрасила вот так вот две блюда И теперь нам нужна основа Мы берем маленький кусочек картона Я вам готовила уже вот такую вот основу И такой вот маленький прямоугольничек И мы сгибаем вот так вот два конца И теперь нам понадобится снова клей И берем и клеим наши лапы верблюда Вот так вот к вот этим вот нашим стенкам И вот так вот я приклеила ему лапы Вот такой вот блюд у нас получается Теперь нам нужно взять наш кусочек ткани И вот так вот собрать вот эти вот наши кончики К центру И теперь нам мы вот так вот его откладываем И отрезаем кусочек нефти Кусок у нас должен быть не сильно большой Примерно вот такой вот Теперь снова берем нашу ткань И вот такой вот делаем узел Делаем первый узел И сразу же делаем второй узел Если у вас не получится сделать вот такой вот мешочек самим То попросите у мамы или папы Чтобы они вам помогли У меня получились два вот таких вот мешочка Мы берем вот такие вот два конца И вот так вот заплетаем их вместе Заплетать нужно вот так вот То есть делаем узелок вот так вот И не затягивая Ну вот так вот затягиваем немножечко И делаем сразу же второй узелок И третий, самый последний У нас получаются вот такие вот мешочки И вот У нас получился вот такой вот верблюд Делайте своих верблюдов И отправляйте нам подделки в вайбер Всем пока! Привет, ребята! Это снова я, Эмиль А это ваша любимая викторина И вы, наверное, спросите Что это у меня в руках? А это подарки детям Которые правильно ответили на викторину А именно Наде, Веронике, Амеле и также Артуру Поздравляем вас! А теперь викторина И первый вопрос звучит так Как звали слугу управляющего Авраама? Лот, Иосиф или Елизер? Второй вопрос звучит так Как назывался город, куда пришел Елизер? Халдея, Харан или Ханан? Третий вопрос Как звали будущую невесту Ицхака? Милка, Рахеля или Ревека? И четвертый, последний вопрос Как звали брата Ревеки? Ицхак, Лаван или Самсон? Но не забывайте, что у нас много подарков Хватит на всех И присылайте нам свои ответы Шалом, друзья! Мы сегодня с вами снова убедились в том, что Бог верен всегда Но есть одно условие Он ожидает, что и мы будем верны Ему, так как Он верен нам Я хочу обратить внимание на несколько моментов Авраам верил Богу на 100% Он знал, что Бог все усмотрит и даст прекрасную жену Ицхаку Даже Елизер, который не имел лишних взаимоотношений с Богом Он называл Господь, Бог, Господина моего Но он был верен Аврааму, который был верен Богу И Ицхак, он был послушен своему отцу И ожидал исполнения Божьих обетований И, как говорит Писание, Бог благословил Авраама всем Поэтому, друзья, давайте будем верны Господу Будем исполнять нашу часть А Бог по Своей великой любви и милости благословит нас Спасибо, что были с нами сегодня Присылайте фото ваших работ Ответы на викторину Обязательно повторяйте танец И до встречи на следующем шаббате Летроць!